Всем привет! Вы на канале Натали Мастер, с вами Наташа. Так, котик у меня тут прошел сразу. Итак, сегодня вышло солнце, и очень захотелось вам снять какое-нибудь обзорное видео. И я решила показать свои снуды. Это, конечно, не все, некоторые. И я вам хочу сказать, что на снуд платочной вязкой, вот этот бирюзовый и черный, у меня на канале есть мастерск-классы, вот, и немножко расскажу про остальные снудики, и из чего они связаны и так далее. И вставлю фотографии, как они примерно смотрятся. Ну, как видите, вот такая цветовая гамма на все случаи жизни. Давайте начнем. Так, это вот последний черный снуд. который я связала в один оборот. Можно, конечно, кошачьи уши. Можно, конечно, его связать и в два оборота. По желанию. Такие косички. Очень объемные. Черный снуд, сами понимаете, всегда необходим в нашей жизни. На все случаи жизни. Связан он из, по-моему, детского каприза или пихорки мериносового. Вот сейчас я даже забыла, точно не подскажу. Напишу все ниже в описании, поподробнее, какие снуды у меня фигурировали в видео. И смотрите мастер-класс по нему. Там все подробно рассказано и показано. Вот, прошу обратить внимание на край. Он связан не косичкой, а таким аккуратным перекрученной петелькой. Тоже мне нравится такой вариант края снуда. Очень теплый, мягкий, хороший снуд. Черный. Дальше. Так, это сиреневый. Снуд, связанный английской резинкой. Очень свободно. Он очень объемный. Такой весь пышный. Тоже из акрилы. Чуть-чуть там мериноса в пряжи входит в состав. Вот такой вот. Очень красивый оттенок. Замечательный. Это непоседа. От Троицкого пряжи. Из Троицкого непоседа. Очень красивые цвета. Вот яркий тому пример. Так. Пирюзовые два оттенка. Снуд крючком. Подробно на нем не буду останавливаться. Такой весенний вариант. Тоже есть у меня мастер-класс. Это со спущенными петельками. Молочного цвета. В два оборота. Очень простой снуд. Он, кстати, прекрасно драпируется. За счет спущенных петель. Тоже уже не помню, какая пряжа. Как бы не один год. Я его ношу. Молочный. И есть у меня почти два одинаковых снуда. Из очень красивой пряжи итальянской. По-моему, это то ли мундиаль, то ли вот эта вот филатура. Одно помню, что пряжа называется мьюзик. И в ней чудесные. Они, кстати, не колются. Такие кусочки. Кисточки торчат. Беленькие. И вот в этой коричневой пряже золотые. Золотой люрекс. А в белом снуде. Тоже он молочного цвета. Очень красивый оттенок. Здесь серебряный. Посмотрите. Тоже беленький. Там он молочный и серебристый. Вот такие снуды. Очень простые. Трубой высокой. Где-то высота тут, наверное, сантиметров 45. Тут жгуты. А на коричневом косы. Смотрится очень хорошо. И последний снуд. Очень объемный. Он в основном из платочной вязки. И также есть очень крупные косы на нем. Это снуд в два оборота. И тоже недавно я выкладывала мастер-класс на него. Так. А где же еще я хотела вам показать серенький? Как же без серого снуда? Сейчас я его принесу и покажу вам еще серый снуд. Также это увлеклась изготовлением маркеров. Вот на солнышке так хорошо видно. Красивые бусинки. Видите? Сваровские. Сейчас получаю настоящее удовольствие делая маркеры. Так. Пойду-ка я за серым снудом, чтобы вам его показать. В два оборота. Серенький снуд. Видите? Край выполнен косичкой. Потом с небольшими дырочками цепочка. И по центру большая коса. И опять косичка. Это снуд в два оборота. Это супер вулп или супер файн. Как-то так вулп. От Мондиаль тоже давно вязала пряжа. Очень мягкая. Это меринос. По-моему, стопроцентный. Такой серый снуд. Он в два оборота. Тоже вставлю фотографии, как он смотрится. Можно его накидывать и на голову и так далее. Здесь нет бактусов. Бактусы покажу в следующий раз. Сниму отдельное видео. Так что вот так. Если вам было интересно, что-то понравилось, обязательно мне пишите. Не забывайте поставить лайк, подписаться на канал. Скоро увидимся. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok